Доброе утро! Ещё одно утро в Санкт-Петербурге. Хотя я зову его Питер. Ну, как-то он уже и не Ленинград, не знаю, я Питером зову. Не видно, блестит, не блестит, да лёд, наверное, а чё нет-то? Чё вчера было. Вчера с Витей разговаривала, и чё-то прям захотелось передать привет Леночке, с волны нашей, моей приятельнице Леночка, с Эдиком, привет, мои дорогие. И Оксаночке Кормщиковой. Мы с ней давно не виделись, хоть и живём рядом. Ну, Толику бесполезно передавать, он не смотрит, у него интернета нет. Ему это не надо. Ну, что, новый день начинается. У нас сегодня хлопот полон рот. Не знаю, когда всё успеем. Мы сегодня с Даней записаны к парикмахеру. Правда, не знаю, что мне стричь. Не, ну, хотя уже отросли. Уже кучерявица начали. Ну, посмотрим, что-нибудь натворим на голове. Или с Бреем всё оставшееся. Пока я ещё не знаю. Опять по магазинам надо. Ну, может, я ребят отправлю по магазинам. Ну, в общем, посмотрим, мои хорошие. Самое главное, начать день. Расходиться. Ой. Ладно. Увидимся. Ну, что, вот селёдку под шубой я сделала. Я её всегда делаю за сутки. Чтобы она прям постояла в холодильнике и вся. И домашний майонез у меня. Так что всё это сейчас промокнет. За сутки. Ещё ничем не украшала. Надо поедем в магазин за зелье. Вот вчера купили вот таких мисочек в Гламарте. Или фамилии. Фамилии, наверное. Уже забыла. Прям как карнавальное стекло. Цвет такой. А, и получилось по 50 рублей. Вот 4 штуки взяли. Ой, ещё сегодня ехать постригаться. Ещё в магазин. Ну, ладно. А что сделаешь-то? Праздник раз в год такой бывает. Я, девочки мои, люблю вот эту картошку-морковку. Там яйца, свёклу. За сутки сварю. И поставлю там, чё почище, чё нет. Поставлю в холодильник. Чтобы, знаете, 31-го вот это вот целый день вокруг этого Мартена, как я говорю, чтобы не, ну, совсем терпеть не могу, когда вот к вечеру 31-го ты уже просто вымутанная, как загнанная лошадь. А завтра, ну, горячее сделаем и салаты уже там остальные понарубаем. Да и вот всё. А потом мы же семейно... Сами знаете, какой Новый год в этом году. Никуда не пойти, ничего. Вот. И, ну, может быть, там друзья, там пару придут, ребята. Ну, которым уж совсем справлять не с кем. Есть у них друг Антоша, но он болеет коронавирусом. Я и смеюсь, говорю, мы тебя очень любим, но ты к нам не приходи. И ребят, ему отвезут салатиков, под дверь поставят. И уйдут. Так что вот так. На голове черти что. Ну, ладно, сегодня меня... Не знаю, что со мной сделают. Что-нибудь сделают. Даня у нас опять работает, сидит за компом. Поэтому поедем мы только полшестого. Куда-то. Пока дома. Пробки. Такие тут в этом месте, в Кудрово. Ужас. Там такой проезд узкий. Ну, что творится. А мы к парикмахеру опаздываем. Ой. Вот, видите, вот тут такой проезд. Вот мы выехали из Питера. Да, выехали из Питера. Так, ну давайте, ребята, мы опаздываем. Наверняйте. Просто такое время, шесть часов. Что-то еще перед праздником. И все с работы. Что-то там впереди встали. Сейчас мои девчонки опять будут возмущаться. Ну вот, Николаевна, ну зачем? Да, правильно, меняются. Круто. Ну, круто. А возмущаются люди. Потому что у меня подписчики в основном все-таки люди, скажем так, третьей молодости. Им нравится, когда я пудрявая обрастаю. Скажите, главное, чтобы надо было конкретно. Да. Что говорить будет, все-таки говорят. Они не всегда говорили, и все-таки говорят. Приколуем вперед. Блокерство вот там от тоски, от стучек. Такие стали мы все в масках, как эти. Я говорю, прям чили, да? И года не пролезли. Да-да, не очередь дошла. Вон какой сейчас порубок будет у нас красивый. Одна Саша у нас осталась необновленная. Вот оно кудрово. Пока Даню стригут, я прошла две аптеки тут, ближайшие. А лапинина-то и нету. Плохо. Вчера заходила в аптеку, тоже не было. А как быть-то мне сегодня? Надо. Так, магазин для творчества. Надо зайти. Пока Даньки голову моют, а мы сидим тут с Сашиной ногти. Обсуждаем. Мне так нравится, вот такой вот, когда переливается. Да. Ну, ей делают по-всякому. Там бывает пару ногтей матовых, пару блестящих, потом с какими-нибудь штучками. Здоровско. Красавца. Красавца. Не говори. Сейчас у нашего Даньки сделают прям молодого, молодого красавца. Ну, девочек тут кубки всякие. Вот. Видите, как называется? Ну, я думаю, те, кто тут в этом районе живут, то знают вишню. Кудрово, улица Венская. Дом 4, корпус 2. Хорошие девочки такие работают. Вот. А тут вот очередь в аптеке. Тоже сейчас отстоишь, вдруг нету. Ну, какое место для курения сделали. Правильно. Самые бесправные в нашей стране сейчас это курящие люди. Не алкаши, не наркоманы. Вот видите, огородили как. Тут дышать-то нечем, конечно. Кошмар. Там прям дымовуха. Как в Китае. У тебя волосы все смешная. Какие вылезли, какие заправленные. Мы приехали в Мегу. Сейчас опять я нахожусь тут. Надо и продуктов еще кое-каких закупить. да Саша хочет в Икею. Там очереди, небось, в Ашане. я переболела. Нормально. Ой, как вы красивые. Ой, Дань, прям глаз не ответить. Дань, сниму-то. Ой, ух. Где мои 16 лет? Нет, я пойду. Вы идите в Ашан гляньте, может быть, там низкие эти там вот смотрели. Ага. Напишем. Что ты всегда кричал, типа, нет? Все, по-собой, в Икею. Спасибо, с тобой, в Икею. На мемарку, типа, не хочется потаскать. Потому что, это... Ну что, на В Икею не пойдем? Легко. Она хочет сама сбегать. Нет, не хочу с собой. Нет? 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 Тележек нет, да? Не очень. Не очень. Конечно, народу столько. А нам надо тележку бы. Какие букеты новогодние. Ой, цветы. Мамя куда нам дать? Туда. Все, так вот. Продолжение следует... Продолжение следует... С коронавирусом попросил терку ему купить. Побежал искать. Ой, какие как вязаные кружечки. Двести десять рублей. Даня сковородку выбирает. Как приятно зимой смотреть на живые цветы. Даня пошел искать тележки. Потому что таскать эти, конечно, у нас не войдет. Ура! Ура! Ох, столько для животных! Сколько всего! Господи! Два ряда. А че ты... Ой, сюда бы моего кота. На ночку. Он бы тут разгулялся. Народову. Это еще тут в рядах. Не так заметно. А там указ. Саша от нас убежала. Видимо, сюрпризы какие-то. Отправила нас сюда, а сама куда-то рванула. Да, девочки, кто живет в маленьких поселках, в деревнях, где нет таких магазинов, это просто. Я в них прям устаю. Смотреть устаю. Ну, это опять все. Это вот шесть лет в Крыму. Одичала, отвыкла. Побежал. Он меня бережет, чтобы я лишнего не ходила, не топталась. Я стою с тележкой. Ой, нет, Даня, конечно, молодец. Я его очень люблю. Он такой внимательный. Спокойный. Потому что Сашкин характер выдержит. О-о-о! Только вот двигается мало. Располнил, никак не похудеет. Конечно, за компьютером сидит сутки. Работа такая. Ну и сам по себе он спокойный очень. Даже такой флегматичный. Прям парень-то золотой. Я его все время хвалю. А Сашку так осаживаю частенько. Говорю, ты чё? Так что приходится тут. Да по жизни приходится дипломатом быть, да? Жарко уже стало. О, я думала, это абхазские мандарины премиум. А это ливан. С листиками премиум, да. Коробочка. А так-то вон там мандарин. Перцы хочешь? Красные хочешь? Оранжевые. Так, теперь куда? За овощами. Черри. Желтый. Сколько же под Новый год продуктов, а? Господи, сколько люди съедают. Выпивают. Это просто вообще. Кабачки по 99 рублей. Такие огурчики. 469, 470. Я говорю, как я раньше не любила виноград. Ела очень редко. И так, чуть-чуть. Сейчас вот проходила мимо крупного винограда. Чуть сознание не потеряла. Когда нельзя. Как же этого всего хочется. Боже ж ты мой, а. Ну, хочу сказать, потихоньку. Да, очень хочется. Но я потихоньку привыкаю. Пить кофе без сахара. Ну, чё уже я уже сколько? Месяца два, наверное. Чай без сахара. Не вкусно, но уже потихоньку привыкаю. Да. Такие интересные персонажи ходят. Сказала бабушка, которая только что на лысую практически подстриглась. Вот она предскакала. Что там у тебя? А вот у меня кое-что. А кое-что. А что я типа не скажу. Ясно. На груди, под шарфом. Да. Экс-спресс. Скажется, это народу сколько. Блин. Взяла телегу. Мне с ней ходить удобно. А снимать и ходить. Куда он опять побежал? Да давай, Таня. Таню, что стоим? Да ладно, наверное, хватит уже. Если чего, уж вдруг магазин же есть рядом. А чё? А чё хватит? Чего? Не, я думаю, что с сковородкой. Сырок. Сырок-то сырок. Меня всегда умиляет. И туалетной бумагой вот это. Это что? Сыр. Пробовала? Нет, я даже такого не видела никогда. Что это? Сладкое, кислое. Это типа возьмём? Давай возьмём. Подожди. 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 На что они похожи? На что они похожи по вкусу? Сложно, мамка. Ну, это тепло. Все, короче, по-разному. Сейчас. Сладко-кисловато. Сладко-кисловато. Снимается кожурка, внутри очень жидкая такая ягода. Саня там набирает. Саш, ты много не бери, потому что если она кислая, я не смогу её есть. Ой, какая мерзость. Ну, я говорю, если ты ешь, то бери, а я... Смотрите, какая она внутри. Фу. Фу. Слушайте, народ всё больше и больше. Время уже девять вечера. Саша побежала взвешивать эти личи. Парень от нас ушёл. Бежал, да? Какий красивый ликёр. Моцарт. Чоколейт. Крим. Хе-хе, какие хорошенькие. Это ликёр. Давай. Так, надо чего-то себе... купить сладенького для диабетиков-то. У меня тут башки есть. Сейчас всё окружает, что-то вон у меня. Я помню, что-то с ними. М-м-м. Котлеты гречневые с сольном, гороховые с сольном. Боже мой! Мерзость какая. Вот эти... Я не знаю, я не пробовала. Мне есть, которые прям не нравятся. Царевна гречиха. А это что такое? Блинчики без глютена. Не знаю. Я вот сколько покупала всего, что-то вообще есть не могу. Так мне нравится. Прям противно. Ну вот, купила вот какие-то печенюшки, слоёные десерты. Вот люди кто на что смотрят. А я говорю, какая водка, бутылочка из синего стекла. Я бы из неё вазочку сделала. Саша переживает, что алкоголя не хватит. Ой. Ну, смотря как подходить к этому вопросу. Так, ладно, мои дорогие. Мы сейчас расплатимся и домой. Время полдесятого уже. Еле довезли банки, стали выпадать по дороге. Ну, приехали. Ну, что, мои дорогие, купили личи, да? Они называются личи. Никогда я их не пробовала. Хотя я много заморских всяких фруктов пробовала. Ну, это в основном там, за границей. А тут вот никогда мне не попадались. Ну, надо же снять, попробовать-то сказать вам, правда? Ой, что-то мне не нравится внутренность. Какой-то моллюск, что ли. Ну, Саша говорит, что вкусный. Попробовать надо. Ну, раз надо, значит, надо. А что там внутри? Лернышко? Неприятно для меня выглядит. Может, для кого-то и абсолютно нормально. Но вкусно. Ну, есть-то тут, собственно, и нечего. Внутри. Ладно, я попробую, посажу, что из неё вырастет. Ну, что, мои дорогие. Интересная штука. Вкус. Даже не могу сказать, на что похоже. Вот такие вот. Ну, это недоразвитый попался. А это зёрнышки. Я их, конечно, заберу с собой. Попробую посадить. Но надо посмотреть в интернете, что это и как. Но они все разного вкуса. Нет, то есть так. Привкус-то вроде бы один, но разный. Вот. Одна мне попалась прям мягкая. Такой какой-то острый вкус. Есть понежней. Есть с таким ярко выраженным прям вкусом. Саша говорит, они бывают и горькие даже. В общем, короче говоря, посмотрите в интернете, если кто не пробовал. Там поинтереснее, чем я опишу. И вкус, и всякое разное. Но вид вот какой-то неприятный. На устрие, что ли, похоже. Вот какой-то такой, как густой белок, что ли, от яйца. Но вкусное. Прям советую, если кто не пробовал, вдруг попадется. Возьмите несколько штучек. Интересный вкус. Стоят они 300 рублей килограмм. Но совсем не обязательно, конечно, килограмм покупать. А вот попробовать стоит. Ну что, мои дорогие, давайте я с вами прощаюсь. Саша, скинь мне, кстати, парикмахерской. А, забросила? Сейчас я смонтирую видео. Давайте, мои дорогие. Я устала ужасно. Время уже к ночи. Мы только приехали с магазина, разобрали все. Давайте прощаться с вами до завтра. Всем спокойной ночи. Всем здоровья. Покою в душе, мои дорогие. Обнимаю вас, целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok